Всегда вызывали искреннее уважение, мужество, стойкость, героизм вьетнамцев в борьбе за свою независимость. Следующая остановка – забытый Вьетнам. А забытый, потому что Путин не был там с 2017 года. Путин не останавливает свой концертный тур после Северной Кореи и на этот раз посетил Вьетнам. Там он провел переговоры с президентом Вьетнама Толамом 20 июня. Вьетнам имеет определенный довольно высокий уровень промышленного производства. Это страна, которая производит значительную часть всего того, что потом продается из Азии на мировых рынках. Конечно, он уступает существенно, например, Китаю. Однако, в действительности, Вьетнам – это страна, которая способна в определенном образе посодействовать Путину в вот этих вот всех цепочках импортозамещения, которые российская власть у себя там запланировала для обхода санкций. С февраля 2022 года Вьетнам воздерживается от закупок вооружения РФ из-за опасения санкций. Неужели Путин настолько верит в свои силы, что решил его переубедить? В значительной мере, конечно же, Российская Федерация хотела бы закупать и продукцию оборонного назначения во Вьетнаме. Но я думаю, что все-таки основной задачей для РФ являются товары гражданские и товары двойного назначения. Какая цель таких активных визитов Путина и в Северную Корею, и в тот же Вьетнам? Цель визита действительно закупать комплектующие, потому что мы понимаем, что Вьетнам производит не только текстиль, что там уже появляются и определенные технологические образцы. И в массе своей Россия требует вот этого всего, электроники, деталей для автозапчастей, всяческих технических аспектов, которые стали недоступны в связи с уходом западных компаний с российских рынков. Какая страна может стать следующей? Или недопрезиденту-террористу достаточно двух? По логике после Китая, после союзников Китая он просто обязан посетить Индию, чтобы якобы сохранить вот этот баланс, потому что, опять же, Индия тоже покупает энергоносители, но Индия не хочет себя рассматривать в одной цепочке с Китаем. Индия рассматривает Китая как серьезнейшего конкурента и даже оппонента. Ройтерс отмечает, что Россия и Вьетнам подписали 11 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, в том числе в сфере нефти, газа, ядерной науки и образования. Мы понимаем, что Россия взамен тоже расплачивается очень часто не деньгами, а по такому прямому бартеру. Что такое ядерная наука? Это, по сути, участие российских специалистов и корпорации «Росатом», например, в строительстве энергоблоков или поддержании работы тех энергетических предприятий, которые во Вьетнаме уже существуют. Триумфальный прием Путина в Ханое станет контрпунктом к недавним неудачам России. Путин и российская пропагандистская машина будут играть на теме, что попытки Запада изолировать Россию не работают. А вот Институт изучения войны в США считают, что Путин хочет создать коалицию стран, имеющих теплые исторические связи с СССР. И, вероятно, в розовых мечтах Путина эта коалиция должна стать альтернативой НАТО. Альтернатива НАТО – это очень условно, потому что НАТО – это, в первую очередь, европейский блок. Поэтому альтернативы ему, по факту, быть не может. В Азии НАТО не может быть создано. Это тоже объективная реальность. Поэтому я рассматриваю это как фантасмагорию. И в какой-то мере время таких жестких блоков, да, оно в какой-то мере проходит. Мы видим кооперацию экономическую отдельно, да, но уже вот в сфере военной здесь в какой-то мере получается, что каждый сам за себя. Но пока Путину не имется в своем бункере и он пытается вновь вернуть ту власть и авторитет, который имел, украинская армия сделает все, чтобы на поле боя он остался без ничего и без никого.